ну что кто тут большой молодец а это тот кто дошел до урока номер пять привет ребят меня зовут лена я графический дизайнер и это мой канал о графическом дизайне и это мой бесплатный курс который называется adobe иллюстратор с нуля до начинающего как вы уже поняли курс состоит из пяти уроков и это последний пятый урок но если вы случайно попали на 5 урок и хотите пройти весь мой курс то пожалуйста идите к уроку номер один ссылка на него вот она ссылки на остальные уроки будут под этим видео а кто уже прошел 4 урока тот знает что сегодня мы будем создавать вот этот персонаж урок будет очень подробный я буду делать минимум монтажа так и хочу вам показать полноценный процесс создания персонажа и также я хочу пошагово вам рассказать что зачем идет как вы понимаете что создание персонажа это не создание простого стикера или какой нибудь фигуры которая состоит из геометрических фигур вы будете много сегодня работать с инструментом перо и так как вы будете рисовать можно сказать вашу вашего персонажа на холсте иллюстратора то каждый персонаж и мой и ваш не будет похож на другой персонаж ну конечно общие черты у них будут потому что вы будете смотреть например моего персонажа но повторить точь-в-точь линии как я сделала точь-в-точь какие-то нарисовать волосы штаны или маечку как у меня у вас точь-в-точь не получится у вас это получится только если возьмете и прямо обведете мой персонаж по линии у вас будет свой личный персонаж который делает первый шаг графический дизайн еще ребят мне было бы очень приятно если вы поделитесь своими результатами например в мой директ в инстаграме или отметитесь меня на иллюстрации которые вы добавите допустим тот же инстаграм я обязательно поделюсь вашими результатами своих stories и мне будет очень приятно что мы такое сделали общее большое дело я вам помогла и рассказала как начать свой путь в графический дизайн а вы поделитесь своей маленькой победой со мной поделившийся мной и показав персонажи который получился у вас ну все ребят хватит болтать а теперь давайте начнем наш последний пятый урок погнали начнем с размеров рабочей области что значит размеры рабочей области вы когда будете создавать новый файл вы заводите параметры высоты и ширины и высота у вас будет 1000 пикселей и ширина у вас будет 1000 пикселей и это будет ваш размер рабочей области это наши коды цветов эти цвета будут применяться в иллюстрации которую мы сейчас с вами будем рисовать как перенести эти коды цветов в вашу панель образцов я сейчас покажу я хочу начать наш урок рассказав о том как перенести вот эти коды цветов нашу панель образцов для примера я возьму вот этот один цвет это наш цвет а это код нашего цвета и остальные образцы вы также будете переносить палитру как а этот образец который я вам сейчас покажу итак давайте перенесем два раза нажимайте на вот этот квадратик цвета и и вот в этом окошечке надо написать вот этот код цвета давайте сейчас его напишем пишем c c f f f f ok все видите вместо черного здесь появился наш вот этот цвет хватаем его правой клавишей мыши и перетаскиваем его в палитру образцов отпускаем все то же самое вы будете делать с этими всеми цветами точно так же вы можете их перенести себе в образцы удалим код и давайте начинать рисовать нашего человека возьмем этот цвет возьмем эллипс начнем примерно рисовать вот такой вот эллипс нарисовали теперь берем инструмент прямое выделение и немножко вот здесь поднимаем наш нашу опорную точку и вот здесь немножко нашу опорную точку сдвинем влево теперь поверните ее вот так вот наше лицо готово теперь берем перо этот же цвет пока оставляем и рисуем шею вот так шея наша нарисовано далее немножко ее сдвинем влево вот так и теперь смотрите здесь у нас небольшое небольшая ошибка ничего страшного берем прямое выделение и поднимаем точечку вверх вот так ошибки это нормально при работе берем опять перо цвет от светло-оранжевой и теперь рисуем нашу одежду первая точка вторая точка будет здесь нажимаем и вот так ее как бы тянем до того момента который нам необходим вот так дальше третья точка ставим здесь нажимаем и тянем немножко как бы вниз и вправо и и сейчас будет здесь у нас четвертая точка тоже затягиваем ее вот так и сейчас соединим эту и нашу первоначальную точку вот такой немножко окружность как около шеи хорошо теперь чуть ближе видите тут у нас тоже ошибочка ничего страшного берем прямое выделение и эту опорную точку опускаю немножко вниз смотрим хорошо теперь берем инструмент прямоугольник и вот этот синий цвет прямоугольник еще раз и рисуем наши штаны наши джинсы первый прямоугольник сдвинем сюда немножко берем инструмент прямое выделение эту опорную точку чуть-чуть опустите сюда и эту упорную точку чуть-чуть сюда вот так сдвиньте еще все у нас такие получились джинсы клеш немножко копируйте и вставьте и поставьте вторую ногу вот сюда теперь выделите обе ноги и отправьте назад все ноги готовы дальше берем инструмент перо и наш оранжевый цвет и рисуем ему руку первая опорная точка вторая здесь третья здесь четвертая здесь пятая и шестая и соединили все рука готова теперь нам нужно с помощью инструмента прямое выделение немножко закруглить наш локоть берем эту точку выделяем и тянем вот этот кругляшок вверх вот так получился локоть и здесь немножко тоже давайте закруглим совсем чуть-чуть вот так так смотрим хорошо дальше нам нужен эллипс пока любого цвета не важно какого пусть будет оранжевый нарисуйте примерно такой эллипс теперь поднимите так и убедитесь что вот эти точки совпадают с точками на джинсах вот так и теперь копируем и вставляем оранжевый круг и выделяем наши джинсы и обработка контуров исключить так теперь разгруппируем снимите выделение с большей части и вот эту нижнюю часть удалите посмотрим теперь вот эту часть сделайте этого цвета и эту часть сделайте вот этого темно-синего цвета хорошо теперь выделить это все и отправьте назад дальше нам нужно нарисовать с помощью пера и вот этого цвета руки и ноги начнем с ноги вот так ставим опорные точки так готово теперь давайте выделим синий темно-синий круг и ногу и отправим назад и теперь здесь с помощью прямого выделения закруглим необходимые места вот так хорошо посмотрим да неплохо теперь знаете что удалим вот эту ногу это нормально в процессе работы удалить что-то и копируем и ставим вот эту ногу все-таки у нас ноги одинаковые поэтому вставляем то что сделали с первой ногой и вот так немножко сдвинем да вот так достаточно так теперь нам нужно опять этот цвет и рисуем руку так палец готов теперь вторая часть руки так теперь отправим руку назад и тоже закругляем закругляем нужные места здесь так вот здесь чуть-чуть посильнее палец закруглите максимально сколько можно вот так и здесь совсем чуть-чуть вот так хорошо посмотрим так ну каркас скажем нашего человека готов так теперь давайте перенесем вот эти цвета в нашу панель образцы нажимаем три точечки новая группа и давайте назовем ее человек и наши цвета здесь и давайте постепенно сверху вниз будем рисовать детали нашего человека возьмем этот цвет и эллипс и рисуем ухо вот так ухо я покажу детально как она прорабатывалась эту точку чуть-чуть вниз эту чуть-чуть ближе голове эту чуть-чуть вверх так опускаем немножко сюда дальше нам нужен вот этот цвет потемнее и инструмент перо так вот затягиваем и вот здесь это как бы наша ушная раковина вот так хорошо чуть-чуть поближе надо чуть-чуть сделать добавим здесь давайте опорную точку и чуть-чуть потолще сделаем вот эту часть с помощью инструмента прямого деления немножко толще сделали посмотрим я думаю еще надо поработать над ухом давайте подвинем вот так выделим держим shift и делаем чуть чуть поменьше так посмотрим окей работаем дальше так ухо немножко ближе голове так вот подвинули это тоже выделили еще чуть меньше сделали теперь вот эту точку чуть чуть ниже и посмотрим так почти хорошо и еще пару движений эту точку чуть вниз и так вот ближе к голове вот сейчас мне нравится наше ухо теперь нам нужен этот синий цвет и кисть и чтобы у нас была не заливка а обводка рисуем с помощью вот этой базовой кисти начинаем рисовать у меня такие волосы у вас могут быть другие волосы как я уже говорила иллюстрация это уже индивидуальная работа каждого и она не может быть одинаковая у всех такие вот волосы выделяем и делаем из обводки заливку опустите чуть волосы вниз так посмотрим хорошо так теперь копируйте и вставьте волосы волосы вставьте волосы на задний план опустите ее немножко возьмите вот этот цвет так теперь копируйте и вставьте лицо выделите копию лица и вот эту тень и сделать обработка контура пересечения так теперь нужно немножко добавить волосиков еще нам нужен наш синий цвет волос и рисуем вот так нас конечно такая вариант волос не устраивает выделяем идем в строк и здесь нам нужно вот эта форма ничего не изменилось потому что нужно выбрать базовую кисть давайте сейчас ее выберем базовая все видите такой тоненький волосок получился так потому что нужно было только базовая кисть только с базовой кистью это работает здесь тоже самое выбираем эту форму и выбираем базовую кисть хорошо давайте сделаем наши волоски чуть потолще я думаю здесь нужно два а здесь тоже два вот так хорошо давайте посмотрим да хорошо дальше сейчас нам нужен элипс и самый темный цвет для кожи это это наша щека поставим ее вот здесь пока так хорошо в процессе работы ребят все будет двигаться и подвигаться чтобы было красивее допустим давайте поднимем волосы немножко вверх и исправим ошибочку которую я вижу это вот здесь немножко у нас вылезло берем с помощью прямого выделения эту точку и подвигаем ближе к лицу еще ближе вот так вот еще подвигаем еще вот так хорошо вот так хорошо еще ближе уже 34 тысячи процентов у нас приближение вот так все подвинули все сейчас мне нравится дальше нам нужно темно-синий цвет и рисуем очки так первый круг опускаем немножко вниз делаем из заливки обводку делаем ее два по толщине давайте теперь копируем и вставим наш круг и поставим вот сюда так хорошо чуть-чуть больше выделили оба держим shift чтобы все было пропорционально вот так дальше давайте поработаем с щекой нужно открыть окно transparency это прозрачность так выделить нашу щеку make clip нажать на белый квадратик взять овал перекрыть нашу щеку этот овал у нас должен быть черно-белого градиента радиальный идем эффект текстура и зерно зернистость так ну тут что-то маловато показано нормально все не бойтесь все так и должно быть вот эти параметры окей так наша щека осталась зернистой нормально все немножко пикселизовано но так как у нас большой рисунок это выглядит все нормально при большем размере вашей рабочей области пикселизация будет намного меньше вернемся в нормальный режим копируем и вставим так сюда теперь копируем лицо теперь нам нужно его перенести на передний план выделить вот эту щеку и лицо и сделать обтравочную маску эти очки вот эти вот именно один очок да можно даже два давайте выделим перенесем на передний план все вот так давайте толще чуть сделаем очки три с половиной чуть ниже их опустим так все хорошо щеку можно тоже вот так вот чуть чуть все дальше нам нужен вот этот голубой цвет и кисть не получилось давайте еще раз вот я хочу показать вам что не сразу может у вас получиться это нормально несколько раз делаете теперь вы можете смотреть как лучше будет выглядеть бровь здесь или может ее стоит сдвинуть сюда или нет лучше вернуть тоже экспериментируйте смотрите как будет лучше смотреться так нам нужно кисть и темно-синий такой цвет и делаем такие как бы полосочки это наши волосики это наши волосики вот так дальше выделяем волосы делаем копию ctrl c ctrl f и берем более темно-синий цвет опять нам нужно окно окно прозрачности которое у меня почему-то закрылась тогда откроем опять окно прозрачности опять делаем здесь мейк маск клип белый квадрат перекрыть надо волосы любой фигурой главное перекрыть черно-белый градиент радиальный эффект текстура зернистость грейн так нормально оставляем теперь делаем здесь реверс градиентом и берем инструмент градиент и нужно поиграться с волосами пока вам не понравится я оставлю свой вариант вы можете играться с волосами и оставлять свой вариант это уже ваше дизайнерское видение так играем все еще пока мне не очень нравится хочу чтобы справа было больше а слева меньше вот так вот мне больше нравится переходим в нормальный режим смотрим хорошо теперь нам нужно для шеи вот этот цвет только отправим шею сначала назад send to back так выбираем цвет потемнее перо чуть ближе и вот отсюда сюда вот такой вот как полу овал и вот здесь заканчиваем за лицом выделяем шею и тень и отправляем назад вот тень нашей шеи готова смотрим хорошо теперь нам нужен темно-оранжевый цвет и переходим к руке давайте сделаем черным для контрастности чтобы было все видно и опять темно-оранжевый цвет и нам нужно нарисовать тени для руки с помощью пера давайте поближе так рисуем вот так давайте руку на передний план немножко тени кажется узковато давайте сделаем ее пошире с помощью инструмента прямое выделение посмотрим нет еще нужно пошире давайте еще сюда и чтобы у нас прям хорошо лежала на одежде давайте ее вниз за одежду вот так вот растянем теперь нужно копировать и вставить вот эту футболку и выделить тень и обработка контуров и пересечение и тень у нас четенькая получается рисуем вторую тень вот так с помощью пера рисуем переносим на передний план нам нужен вот этот цвет для нашей обычной руки и берем опять этот цвет и с помощью пера вот так вот затягиваем рисуем рисуночек на футболке так назовем так теперь нам нужно тоже чтобы наша линия была чуть потолще где-то два и чтоб она вышла за пределы одежды теперь выделяем ее и объект это превратит вашу заливку вашу обводку в заливку все копируем рубашку нашу переносим на передний план выделяем вот эту вот обводку и рубашку и нажимаем intersect пересечения и вернем наш оранжевый цвет все одеть хорошо здесь абсолютно то же самое сделаем дизайн нашей рубашки опять же здесь два так хорошо вот так за пределы рубашки копируем и ставим нашу рубашку перенесем на передний план не забываем нашу линию сделать из залив из обводки заливкой и пересечения и также возвращаем наш оранжевый цвет хорошо смотрим теперь нам оставляем тот же нас темно-оранжевый цвет и нужно нарисовать вот такие вот линии на одежде добавляем скажем дизайн нашей одежде в дизайне кстати ребят всегда самое главное это конечно детали так все да мне нравится теперь давайте перейдем к штанам возьмем наш цвет синий штанов нарисуем здесь полоску вот давайте смотрите но я не видно выделим полоску дважды нажмем на вот этот квадратик обводки выберем тут цвет посветлее вот теперь видно полоска сделаем ее два так тоже давайте вынесем ее немножко за края штанов хорошо теперь сделаем expand окей теперь теперь здесь рисуем вот так ничего страшного полоска что кривая выделите ее и вот эту точку наклоните так чтобы было ровненько хорошо эту полоску сделайте вот этим светлым цветом синим и два толщину и сделайте expand окей теперь копируйте и вставьте джинсу и выделить эту линию и обработка контуров пересечения здесь тоже самое копируйте и вставьте выделите с линией и обработка контуров пересечения так отправьте на задний план так и вот это тоже отправьте на задний план только вот это надо еще раз на задний план потому что эта нога должна быть на более заднем плане чем передне вот так так смотрим хорошо продолжаем делать дизайн нашего человека берем перо и сейчас мы с помощью вот этого синего цвета нарисуем тень от одежды так первая опорная точка вторая где-то здесь и вот такую третью тень потянем немножко нарисуем здесь и здесь уже как хотите сделайте все что находится за видимостью глаза может быть не очень обратно так теперь нужно выделить ноги эту тень и отправить назад все теперь эту тень сделайте здесь opacity multiply это умножение и здесь прозрачность 50 так давайте посмотрим здесь небольшая ошибочка подвинули смотрим давайте нам нужен оранжевый цвет и вот здесь вот рисуем как бы вот такую форму выделяем опять нам нужно transparency mask make mask клип белый квадрат перекрываем нашу форму черно-белый градиент линейный в этот раз эффект текстура текстура green и ok теперь также нужно поиграться играйтесь пока вам не понравится у меня будет мое видение у вас будет свое видение как говорится на вкус и цвет товарища нет возвращаемся в нормальный режим и здесь делаем то же самое так mask клип белый квадрат перекрываем так линейный черно-белый градиент и текстура зернистость окей так теперь двигаем это все чтобы увидеть давайте делаем reverse так так пока мне не нравится все ребят можно крутить двигать в разные стороны до того момента пока вы не будете довольны так да сейчас мне нравится теперь на локте делаем не сразу видите получается с помощью пера нарисовать так как надо я специально показываю что не всегда все получается с первого раза иногда надо исправлять и это нормально в дизайне в работе исправлять ошибки опять делаем mask клип белый квадрат черно-белый градиент линейный эффект green зернистость окей теперь играемся вот так посмотрим да мне все нравится теперь давайте на руках и на ногах давайте начнем с руки копируем и ставим и этот цвет mask клип белый квадрат опять перекрываем черно-белый градиент эффект grain все те же настройки окей теперь возьмем давайте все-таки радиальный градиент реверснем его и давайте играться с градиентом вот так вот так вот так пока мне не нравится ребят урок длинный и я показываю все максимально как весь процесс происходит чтобы вам было понятно что делается как делается что нормально делать ошибки и так мы с вами сделали виза вернулись нормальный режим давайте посветление давайте все такие даже цвет только давайте здесь делаем прозрачность 50 процентов хорошо дальше идем давайте выделим руку нашу немножко и и так вот повернем мне кажется так будет лучше да теперь давайте идем к нашим ногам выделяем ногу копируем и вставляем ее выбираем этот цвет наше окно теперь прозрачности маск ли белый квадрат здесь перекрываем ногу черно-белый градиент эффект текстура грейн градиент у нас эти здесь радиальный окей так и играемся так я хочу чтобы больше было знаете зернистости именно на пятки мне кажется это будет именно вот так более интересно смотреться поэтому сейчас буду добиваться зернистости только на пятки вот что-то похожее вот так нам не нравится возвращаемся в нормальный режим и не забываем сделать прозрачность 50 процентов так выделили пятку и 50 процентов прозрачность здесь опять копируем и вставляем берем этот цвет опять маск клип белый квадрат перекрываем радиальный черно-белый градиент так и хотя не давать линейный и эффект грейн окей так теперь давайте двигать это все здесь я хочу чтобы было больше все-таки снизу и на пальчиках вот так все сейчас не нравится нет давайте все-таки еще поиграем радиальный градиент выбрала и место линейного и еще вот так вот ребят показываю вам максимально подробно чтобы реально вы поняли процесс возвращаемся нормальный режим так там забыла сделать прозрачность не забудьте сделайте прозрачность 50 процентов на ноге и теперь с помощью пера рисуем вот здесь вот такую форму ярко-голубого цвета здесь тоже самое сейчас будем делать опять грейн опять мейк маск клип белый квадрат перекрываем стоп забыла сделать подождение грейн а черно этот градиент черно-белый теперь эффект текстура грейн так окей и играемся ребят почти в любом дизайне когда вы будете что-то делать большую часть времени у вас будет занимать именно работа с деталями с текстурами чем с самой такой как скажем коробкой основой вашей иллюстрации так играемся все так не нравится возвращаемся нормальный режим так теперь давайте вот эту штанину копируем и вставим возьмем более темно-синий цвет опять трансперенсим мейк маск клип белый квадрат перекрываем черным квадратом то есть любым квадратом черно-белый градиент эффект грейн окей у нас тут линейный градиент и немножко вот так вот двигаем это типа как бы наша тень которая отделяет одну ногу от второй ноги хорошо так теперь со второй ногой так только не забудьте вернуться в нормальный режим опять копируем и ставим нашу ногу берем вот этот яркий голубой цвет маск клип белый квадрат перекрываем ногу радиальный градиент линейный давайте сначала возьмем посмотрим как будет лучше эффект грейн окей так давайте сделаем реверс так хорошо теперь немножко покрутим вот так нам не нравится нормальный режим теперь посмотрим берем pencil тул да это наш карандаш и вот этот яркий голубой цвет в качестве обводки и здесь вот рисуем какие как бы штучки смотрите здесь не очень ровно берем ее и есть такой инструмент как смуфту она какой-то нет сглаживания да вот так вот делалось все ровненько и теперь опять пенсил возьмем и нарисуем здесь вот такую как бы на волну эти детали тоже вы можете сами подумать сами додумать так давайте смотрим ну наш человечек готов теперь мне нужно открыть библиотеку стилей которая мне нравится образцов я ее показывала в одном из предыдущих уроков и давайте возьмем вот этот цвет это будет наш бэкграунд берем квадрат и рисуем зажимая shift а отправляем назад так теперь мне нужно нарисовали него полоску внизу под ногой типа как будто он идет вот так теперь выделяем это все бэкграунд и полоску отправляем назад давайте поближе посмотрим на чуть-чуть пониже опустим вот так вот полоску теперь я хочу все-таки поменять оттенок этой полоски давайте выберем цвет нашего бэкграунда для полоски два раза нажмем на этот квадратик выберите вот чего-нибудь вот такой какой-нибудь цвет чтобы он сочетался с бэкграундом и теперь мне хочется добавить немножко облачков нашему человеку возьмем белый цвет возьмем эллипс и такие три кругляшка давайте нарисуем и тут нам нужно квадрат так скажем замастить пустое место так ближе давайте выделим чуть подвинем а вот так вот теперь выделим все вот эти наши фигуры нарисуем еще одну фигуру и сделаем пересечения вот такая облачко получилось и дорисуем здесь еще один такой овальчик выделим этот овальчик и облачко и сделаем юнайт добавить да так дальше давайте последний штрих рочек давайте нарисуем еще одно облачко вот такие более вытянутые у нас будут овальчики вот так выделите их всех и объедините с помощью обработка контуров объединения и нарисуйте вот так вот квадрат сверху и выделите облачко и сделайте пересечении хорошо поставьте сюда теперь копируйте и ставьте его сделайте поменьше удерживая shift поставьте сюда немножко вниз расширьте его получилось немножко уже другого облачка так ну все ребят наш человечек готов вы сделали вашу первую иллюстрацию вы большие молодцы вы прошли большой курс новичка от нуля до начинающего прошли четыре урока и пятом уроке вы создали свою первую иллюстрацию ну что ребят наш курс закончился первые четыре урока были такие практические уроки где рассказывала зачем и почему нужно использовать тот или иной инструмент а вот последний урок была одна сплощная практика где мы создали с вами вот такого вот персонажа надеюсь вам понравился мой курс и мне было бы очень приятно услышать от вас пару слов особенно от тех ребят которые прошли все пять уроков как вам нормально я объясняла ненормально все вы поняли или что-то не поняли или если у вас есть конечно остались какие-то вопросы то я жду от вас вопросы обязательно на них отвечу ну а на сегодня это все с курсом мы с вами закончили а теперь продолжим делать уроки и я буду говорить много еще про графический дизайн ну все на сегодня все пока пока муаааа